Привет, ребята! Сегодня мы с вами обсудим ткани человека. Ткани это группа клеток, имеющих сходное строение и выполняющих одинаковые функции. У человека выделяют 4 ткани. Эпитериальная, соединительная, мышечная и нервная. Гистология это наука о тканях. Также нужно вспомнить, что стволовые клетки это незрелые клетки, которые способны превратиться в клетки любой ткани. В основном находятся в красном в костном мозге и в жировой ткани. Эпитериальная ткань. Клетки расположены на базальной пластинке, которая состоит из белков и полисахаридов. Они плотно прилегают друг к другу, у межклеточного вещества мало. Быстро регенерируют, нет кровеносных сосудов, питание происходит за счет ниже лежащей ткани. Давайте рассмотрим типы эпитериальной ткани. Первый это плоский однослойный эпителий. Клетки уплощенные, образуют капсулы нефронов, альвеолы легких, кровеносные сосуды. Выполняют покровную, выделительную функцию и функцию газообмена. Следующий тип эпителия железистый. Он однослойный, имеет отверстия, образуют железы внутренние и внешние секреции. Функция будет выделение секрета, то есть защита, переваривание или удаление веществ. Третий тип это мерцательные эпители. Он тоже однослойный, содержит клетки с ресничками, образует дыхательные пути, выполняет функцию удержания и удаления полевых частиц. И последний тип это многослойные эпители. Клетки образуют несколько слоев. Есть два типа, это ороговевшие и неороговевшие. Образует пищевод, слой кожи, выполняет функцию покрова, защиты и он способен к регенерации. Обсудим следующий тип ткани, это соединительная ткань. Она образует хрящи, сухожилия, кости, жировую клетчатку, кровь, лимфу. Межклеточного вещества там много, это вещество может быть как жидким, так и твердым. Клетки расположены очень рыхло. Жировая ткань выполняет функцию запаса веществ, энергии и терморегуляцию. Лимфа выполняет иммунную функцию и функцию возврата жидкости. Подробно мы еще про лимфо-лимфатическую систему с вами будем говорить. Кровь выполняет функцию транспорта, питания, защиты, гуморальную. Волокнистая ткань образует связки и сухожилия, содержит коллагеновые волокна, которые придают прочность. А также эластиновые волокна, которые выполняют функцию эластичности. В общем, функция этой ткани это опора и защита. Есть еще хрящевая ткань. Молодые клетки называются хондробласты, они с коллагеновым волокном способны к делению. Зрелые называются хондроциты, они не делятся. Функция это опора, защита, снижение трения в суставах, рост костей в длину, защита от деформации дыхательных путей, ушных раковин или полуподвижность позвоночника. Костная ткань. Функция опора движения и кровотворения. Клетки, которые образуют костную ткань, это остеобласты, это синтез костных волокон, расположенных на поверхности. Есть еще коллагеновые волокна, они содержат органические и минеральные соли. Молодые клетки костной ткани, которые синтезируют межклеточное вещество, называется матрикс. По мере накопления межклеточного вещества остеобласты замуровываются в нем и становятся остеоцитами. Они обеспечивают обмен веществ. Есть еще остеокласты, это гигантские многоядерные клетки позвоночных животных, которые удаляют костную ткань посредством растворения минеральной составляющей и разрушением коллагена. Следующая ткань, это мышечная ткань. Клетки называются миоциты. Они имеют вертенообразную форму или вытянутую форму. Межклеточного вещества там мало. Свойства, возбудимость и сократимость. В них много митохондрий. Функция это защита движения. Давайте рассмотрим типы этой ткани. Гладкая клетки вертенообразные, с палочковидным ядром. Входят в состав внутренних органов. Они способны непроизвольно, медленно возбуждаться и сокращаться. Поперечно-полосатая скелетная ткань. Клетки вытянутые, многоядерные. Полосатые за счет нити белка микрофибрила. Мышцы, которые хоть одной своей частью крепятся к костям. Они быстро сокращаются, но при этом и быстро утомляются. Поперечно-полосатая сердечная ткань. Клетки вытянутые, переплетаются. Многоядерные, полосатые за счет нити белка фибрина. Образуют сердечную мышцу. Она сокращается быстрее гладких, но медленнее поперечно-полосатых скелетов. И мало утомляется. И четвертая ткань это нервная. Она образована главными клетками, которые называются нейроны. Нейроны бывают чувствительные, вставочные и двигательные. И вспомогательными клетками, которые называются нейроглия. Межклеточного вещества много. Свойства возбудимость, раздражимость и проводимость. Функции это обеспечивание связи органов и систему органов. Образуют согласованную работу у всего организма. Давайте рассмотрим строение. Имеется в нейроне миелиновая оболочка. Это электроизолирующая оболочка, которая образована вспомогательными клетками глии. Функции глии это опора, трофическая функция, изоляция и защитная. Есть дендриты. Это короткие отростки. Их много. Они передают возбуждение к телу нейрона. Есть аксон. Это длинный отросток. Он всегда один. Он передает возбуждение от одного нейрона к следующему. Тела дендритов и нейронов ЦНС образуют серое вещество. Серое вещество головного и спинного мозга. А вне ЦНС они образуют нервные узлы. Аксоны нейронов ЦНС образуют белое вещество головного и спинного мозга. А вне ЦНС они будут образовывать отдельные нервы. Также есть синапс, это окончание аксона, образуется в местах контакта аксона с клеткой, которым они передают информацию. Они задержат пузырьки с раздражающей жидкостью, которые называются медиаторы. Когда импульсы доходят до них, пузырьки лопаются, жидкость вытекает на мембрану клетки, и таким образом клетка принимает информацию. Клетки нервной ткани образуют нервную систему. Центральная нервная система у нас образована спинным и головным мозгом, а периферическая образована отдельными нервными узлами и отдельными нервными волокнами. Давайте теперь поговорим про еще такое понятие, как рефлекс. Рефлекс это ответная реакция организма на раздражимость. Она происходит при участии или под контролем центральной нервной системы. На них строится сумма индивидуальных реакций, обеспечивающих адаптацию. Рефлексы бывают условные, они приобретаются в течение жизни, могут изменяться или исчезать под действием условий. Они индивидуальны для каждого организма и приспосабливают организм к меняющимся условиям. Это приобретенный опыт. Центр находится в коре больших полушарий. Безусловные рефлексы имеются с рождения, они сохраняются в течение всей жизни, они одинаковы для всех особи вида, приспосабливают организм к постоянным условиям. Их центр находится в спинном мозге. Рефлексы детерминированы, то есть они обусловливаются какой-то определенной причиной. Также давайте рассмотрим, какие могут быть раздражители. Есть безусловные раздражители, то есть в ответ на которые осуществляется безусловный рефлекс. Например, пища раздражает рецепторы ротовой полости и вызывает безусловное слюноотделение. Инородные вещества, попав на глаза, например, вызывают слезоотделение. Яркий свет сужает зрачки. Острые горячие предметы вызывают защитные сгибательные рефлексы. Есть условные раздражители, то есть те, на которые осуществляется условный рефлекс. Например, звук, на который вырабатываются какие-то действия. Вся дрессировка животных основана на выработке условных рефлексов, на жесты или слова дрессировщика. Есть безразличные, это те, которые никаких рефлексов не вызывают, то есть мы не будем реагировать на такие сигналы. Условный раздражитель должен предшествовать безусловному. Необходимо многократное подкрепление условного сигнала безусловным раздражителям. Теперь обсудим торможение рефлексов. Есть внешнее или безусловное, оно не требует выработки. Рефлекс ослабевает или исчезает под влиянием нового раздражителя, нового очага, который возникает в коре больших полушарий. Сохраняется временная связь в КВП. Действие извне более сильного раздражителя. То есть внешнее условное торможение возникает по принципу безусловного рефлекса. Его особенности следующие, это то, что безусловное торможение, это врожденная форма торможения, она присуща всем особям данного вида. Не нужно время для ее возникновения, и она может развиваться в любом отделе центральной нервной системы. Пример внешнего торможения, это слюноотделение на свет прекращается при резком звуке или внезапном сильном звуке. Внутреннее или условное торможение вырабатывается при отсутствии условного рефлекса. Возникает не сразу, а медленно. При долгом отсутствии рефлекса. Осуществляется по принципу условного рефлекса. Особенности это индивидуальные, приобретенные в течение жизни реакции организма. Она требует определенных условий для осуществления его необходимого времени и развивается в нейронах коры головного мозга. Пример внешнего торможения, это, например, вы привыкли, что у вас выключатель находится на определенном месте. Вы таким образом приходите в комнату рукой, кладете на место выключателя и свет включается. Но если вы сделали ремонт и переместили выключатель, вы очень еще долго будете привыкать к отсутствию выключателя на этом месте. И будете какое-то время еще бить рукой по стене, где раньше был выключатель. Далее давайте рассмотрим рефлекторную дугу. Рефлекторная дуга это путь, по которому импульс проходит от рецептора к рабочему органу. Рецептор воспринимает воздействие и вырабатывает нервный импульс. Чувствительный центр стремительный путь это островский чувствительных нейронов, которые находятся в сером веществе, по которому нервные стеклоналы достигают нервных центров в мозге. Далее мы дойдем до нервного центра со вставочными и двигательными нейронами. Вставочные будут обрабатывать информацию и передавать ее к двигательным, которые будут вырабатывать команды. Центробежный путь это волокна двигательных нейронов, по ним информация поступает к рабочему органу. И закончится рефлекторная дуга рабочим органам, который даст ответную реакцию на раздражитель.